Я устроил битву строителей и пригласил двух популярных ютуберов, которые даже не догадываются о том, что я тайно могу улучшать постройки. Сначала нам нужно построить домы. Я уже как профессиональный архитектор могу вам с легкостью сказать, они скоро будут в шоке. Почему бы нас им не забацать в подземную базу? Мне кажется, что это может быть вполне интересно и поскольку это подземная база, нас им нужно соорудить себе небольшую горку. Я сразу подумал о домике на дереве. Давайте мы сейчас для этого выстроим, примерно у нас будет вот такой вот центр. Он будет идти у нас вот так, хорошо. С этого центра у нас будут идти вот такие дубовые бревна. Мне кажется, я еще никогда не чувствовал себя настолько безопасно, как сейчас. Я понимаю то, что у них крайне мало шансов меня победить. Просто потому, что у меня есть тайная команда слэш улучшить. Это будет круто. Просто я могу действительно прописать команду слэш улучшить, после чего у меня откроется вот такая менюшка. В ней будет три предмета. Это улучшение первого уровня, улучшение второго и улучшение третьего уровня. И давайте так. Давайте начнем с первого уровня. Я вам покажу, как это работает. Поскольку я сражаюсь против ютуберов, значит мы сами должны их 100% удивить. Для этого первым делом мы с вами возьмем, поставим кроватку. После чего вот сюда мы с вами возьмем и поставим наш сундучок. И в целом все. Это будет наша маленькая коморка. Итак, как мне объяснили, мы берем данный прибамбас. И это, наверное, сильнейший предмет, который человечество просто видел. Потому что он способен улучшить любой предмет в Майнкрафте. Например, я могу выбрать любой блок или любое растение. Давайте проверим на чем-то простом. Как насчет того, чтобы взять еду. Например, я могу взять зачарованное золотое яблоко или... Ладно, возьмем просто хлеб, окей. Начнем с простого. Я беру просто хлеб. И теперь, как мне сказали, нужно нажать под него правой кнопкой мыши и... Выберите тематику постройки. Окей, какую еще тематику постройки? Стоп, как мне ее выбрать? Выбрать тематику постройки? Окей. Мы строим какой-то дом, но если напишу в чате. Не увидят ли это мои соперники? Ладно, я поставил хлеб. Давайте выберем тематику раунда. Еда. И проверим. О, тематика раунда получена. Окей, что это такое? О, май гад, какие-то частицы. Видимо, какая-то магия началась. Итак, преобразовывай мой хлеб в настоящий. Оно продолжает крутиться. О, май гад, что? Беспокоит? Что произошло? Что это? О, май гад. Вот тут мы с вами сделаем окошко, из которого мы с вами сможем хоть куда-то смотреть. Также расставляем обязательно лестницу. Все-таки у нас же дом должен быть на дереве. Подождите, чего? Что я вообще здесь делал? Откуда-то гигантский бургер. Я взял хлеб и превратил его в бургер. Окей, это ненормально. Это просто ненормально, как мне теперь его ломать? Что мне теперь с ним делать? У меня реально гигантский бургер. То есть реально я могу взять любой блок. Интересно, что я получу из Бедрока? Окей, это все, конечно, прекрасно. А у меня теперь огромный бургер. Правда, тема нашего раунда это еда, поэтому придется ломать. Да, это будет долго. И вот так вот будет выглядеть наша база. Если честно, она выглядит очень плохо. Потому что, ну, она просто-просто 3 на 2 блока. И это просто ужас. Выстраиваем все вот таким вот образом. Отлично, это у нас готово. Теперь берем с вами стекло. Слушайте, вроде как у меня что-то получается. И получается довольно-таки неплохо. Окей, нам нужно попробовать что-то другое. Я снова прописываю команду слэш улучшить и получаю снова улучшение первого уровня. Но на этот раз мы должны выбрать тематику раунда какой-то дом. Окей, из чего мы его построим? Неужели я могу реально выбрать любой блок и мне из него как-то построить дом? Ладно, я не знаю, давайте просто выберем какую-нибудь руду. Алмазну или ладно, давайте просто возьмем золотую руду. Итак, я ставлю золотую руду. Сделай мне из этого дом! Или золотой пятизвездочный отель. То есть, если я все правильно понял, я просто ставлю этот блок и теперь по нему нажимаю. И все. Выберите тематику постройки, окей. Раз мы строим дома, давайте напишем дом после чего тематика раунда получена. И мамамамамамочки, что происходит? Окей, какие-то частицы, магия вокруг золотого блока. Мне интересно, как этот золотой блок? О, он уже сломался! О, мой гад, он сломался! Что? Как это вообще возможно? С чего? Это какой-то огромный? Стоп, огромный блок из золота? Это какая-то огромная золотая руда! Я просто не могу поверить. Посмотрите, что я создал реально огромный золотой руда. Чего тут есть вход? Это реально какой-то дом! О, май гад, что? О, тут слишком много деталей! Бабочки, тут реально слишком много деталей! Типа, это слишком хороший дом! О, май гад, тут еще второй этаж есть? Ладно, мне кажется, я уже победил! Ну, вот тут у нас с вами будет небольшая подсобка, которая будет вести немножечко вниз. И именно здесь мы с вами начнем строить нашу полноценную гигантскую базу, которую как раз-таки мы сможем удивить наших ребят. Все-таки это же дом на дереве. Давайте с вами вот здесь вот поставим листву, которая будет немножечко даже оседать на сам дом. Ну, типа якобы было дерево, его немножечко убрали и построили вот такой вот дом. Давайте хотя бы ради приличия что-нибудь поставим, внесем наш вклад! Да, я поставил фонари! Теперь можно сказать, что дом строил я. Это, конечно, реально жесть! Типа, чего это библиотека какая-то? Короче, это какой-то суперкрутой дом, что я бы такой, наверное, сам бы и не построил. Ладно, я не знаю, что там у остальных, но у меня имеется огромный дом в виде золотой руды. В целом, можно внести немного своего вклада. И как насчет того, чтобы построить огромную какую-то кирку, которая якобы воткнута в эту руду, да? Можно бы сказать, что мы хоть какой-то внесли свой вклад. Для этого мы создадим вот такую кирку. И я надеюсь, ребята поверят, что я реально это строил сам. Самое главное, сделать свое правильное грамотное вложение. Мы добавим рукоять. И после этого начнем улучшать нашу территорию, потому что здесь должно быть очень красиво и очень лампово. Да, если я вот так вот сделаю, то вот эта постройка имеет совершенно другой вид, как будто это реально был какой-то дуб. Его взяли, чуть-чуть изменили, чуть-чуть там что-то подкорректировали, что-то отрубили, что-то наоборот добавили. И вот такой вот построили дом на дереве. И мне периодически приходится посматривать на реальный образец, чтобы понять, что я делаю не так, окей? Вроде как неплохо, но почему-то мой блок гораздо больше, чем кирка. Спускаемся внизу. Воу! Ха-ха-ха! Мы с вами окажемся в весьма ламповой атмосфере. Тут у нас находятся сундучки, здесь находится небольшая зона изготовления различных предметов. Тут можно полюбоваться рыбками. Ну и главным элементом моего дома является два туалета. Один женский, другой мужской. Все, мой дом на дереве готов. Я немножко перестарался, у меня получилась слишком длинная кирка, ладно? Я надеюсь, что им понравится, потому что самое главное это то, что я все строил сам. Кстати, есть еще один трюк, который даже вы можете использовать каждый день. Этот трюк поможет вам проверять ваши домашние задания, написать рефераты, сочинения или подготовить презентацию. А для этого вы просто заходите в приложение Яндекс с Алисой и пользуетесь функцией Алиса. Давай придумаем! Теперь с приложением вы сможете легко и просто решить любые задачи по разным предметам. Например, Яндекс с Алисой поможет вам решить задачи по любой математической формуле за секунду. Для этого мы просто заходим в приложение, выбираем умную камеру, загружаем наш пример и наше решение готово. Кстати, для любителей фильмов или сериалов, в Яндексе с Алисой можно найти любой фильм или сериал. Просто по одному скриншоту, но это еще не все. Чтобы познакомиться со всеми остальными функциями, стать умнее и упростить себе жизнь, скачивайте Яндекс с Алисой и наслаждайтесь на 100% по ссылке в описании. Итак, посмотрим, кто где живет. Этот мертвый кустик отражает то, что вы, наверное, строили плохо. Не-не-не-не-не-не-не-не. Мне кажется, что надо посмотреть на здание ФФВ и что это такое? Это домик на дереве, небольшой, маленький домик на дереве. А что, смотрите, нормально. Начнем нашу экспедицию, пожалуй, с этого. Что это? Это домик бабушки Яги? Какой бабушки Яги? Это домик на дереве. То есть у вас было 15 минут на постройку, а ты построил дом на дереве. Хорошо, класс. Короче, ФФВ получился супер миниатюрный маленький дом на дереве, но мне более интересно, что там получилось у Шегича. Это какая-то огромная глыба. Ладно, ладно, смотрите. Вот, 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 вот мой дом. Я успел за 15 минут только это. Чё, то есть я парился 15 минут, а он построил это? Пойдем, пойдем. Внутри, внутри, посмотрим. Тут небольшой спуск вниз. А, там еще и спуск есть. Вот, добро пожаловать в мои коробы. Йооо, окей, вот это уже лучше. И построил подземную базу, как будто бы ты начал реальное выживание в Майнкрафте. Ферма, сундуки, неплохо. Ладно, ладно, самый главный атрибут моего дома, это два туалета. Это женский, это мускай. Вы оба сюда, я иду туда. А давай его и закроем в этом туалете. Постройка неплохая, мне нравится то, что у тебя есть аквариум, и там, наверное, рыбки Немо где-то плавают. Но самое интересное, пожалуй, пойдем, я покажу вам, что построил я. Ну, слушай, у Шегича прикольно, мне понравилось. А чё у тебя? Слушай, выглядит неплохо, но кирка слишком большая. Ну, кирку немножко переборщил, но зато зайдите внутрь дома. А ну-ка, вау, а тут неплохо. Вау, посмотрите, это мой дизайнерский дом, сделанный в виде золотой руды с огромным количеством картин. Ну, слушайте, скажу честно, я на это всё дело смотрю, и меня берут небольшие какие-то, так скажем, подозрения. Чуечка, чуечка, чё-то просыпается, и чё-то чуечка начинает тут что-то подозревать. Ты понял, что ты не умеешь строить? Ребят, 15 минут, камон, мы построили все небольшие домики, пусть на это было легко, но сейчас начнётся интересней. Итак, теперь нам нужно построить транспорт, и это будет поинтереснее. Мы можем создать любой транспорт внутри Майнкрафта, будь то это самолёт, вертолёт или осёл с метлой Гарри Поттера. Но самое главное это то, что у меня по-прежнему имеется команда слэш улучшить, после которой мы можем перейти во вторую фазу улучшения второго уровня. Построить дом это что-то более-менее лёгкое, а вот построить самолёт это уже нифига себе. Я хочу построить лимузин. Вот что я хочу построить. Я построю прямо сейчас огромный, гинный, 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 очень гинный лимузин. Дело в том, что мне сказали, что с каждым уровнем улучшения будут всё круче и круче, поэтому мы начали с первого. Сейчас перешли ко второму, и потом будет третий уровень. Окей, мы создаём транспорт, что мы будем прокачивать? Я тут немного подумал, мне кажется, что раз мы прокачиваем транспорт, нам нужно взять какой-то транспорт в Майнкрафте. Логично, это либо будет какая-то вагонетка, либо, наверное, лодка. В теории, можно взять лодку, попытаться её прокачать. Я собрал все транспорты, которые я знаю, у меня тут имеется вагонетка. Я не знаю, считается ли жемчуг Эндера за транспорт, ведь ты можешь телепортироваться. Но мне интересно, что если создать транспорт из земли? Это что будет, эм, самолёт пятитысячной давности? В общем, немножечко поразвышляв, я решил выбрать лодку. Да, мы создаём себе какой-то огромный транспорт в виде яхты, кораблям или чего-нибудь покруче. То есть я взял лодку, всё остальное мы убираем, и давайте мы даже её поставим, после чего мы её прокачаем, и всё. Выберите тематику постройки, окей. Мы пишем здесь транспорт, и тематика раунда получена. Я реально боюсь представить, какой транспорт я сейчас получу. Будь то это гигантская яхта или что-либо, главное, чтобы это было круто. Кстати говоря, я немножко не подумал, что у меня нет воды, а я тут прокачиваю... О, 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 лодку, мамочки, что я сделал? Первым делом мы с вами возьмём и построим каюту капитана, потому что он должен здесь находиться всегда, и поэтому мы с вами сделаем немножечко такие затемнённые стёкла. Я не знаю, что я прокачал, но... О, 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 что это что-то большое? Это что-то очень большое! И оно еле-еле поместилось, да ладно? Это огромная яхта! Это реально огромный корабль. Я создал огромнейший гигантский корабль, просто из этой одной лодки! Мне нравится этот ролик. Просто, чтобы вы понимали, я взял лодку в Майкрате и превратил её в огромную яхту, но тут немножко не хватает воды, окей. Хорошо, что мы не спалились у наших соседей, что он там создаёт? Быстрее, 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 не так много времени у меня на это всё дело есть. Прям максимально ускоряться. Раз у нас уже яхта готова, скоро мы устроим по ней рунтур. Посмотрите, она внутри полностью оборудована, и скоро мы изойдём посмотреть. Но сначала я возьму зелень невидимости на 3 минуты. Также возьму себе яйцо призыва Крипера. И как насчёт того, чтобы немножко разыграть наших друзей? Всё, я теперь невидимый. Надеюсь, меня никто не заметит. Так, Шегич, аккуратненько застраиваемся блоками. Он ничего не увидел. Я прямо сейчас под локацией Шегича. Я не знаю, что это похоже на какой-то самолёт, но я призовыву несколько Криперов. И да, мне кажется, он их заметил. Он их явно заметил. Криперы, почему их тут так много? Что они тут забыли? Шегич почему-то взял зелье и решил, что? О, мой гад, он выбил тоже зелье невидимости. Мне кажется, он понял, что кто-то его троллит. И походу он думает, что это Фэ-Фэйв. Окей, знаете что, пока не слишком поздно. Наверное, мне стоит отсюда уходить. Что там вообще творится? Лох! Посмотрите, это Шегич. Он думает, что Фэ-Фэйв и заспавнил Крипера. Думал, что если заспавнишь мне Криперов, то я такого же теперь не сделаю. Что у меня взорвалось? Почему у меня тут так много Криперов возле моего лимузина? Это что, все пассажиры собрались или что? Итак, знаете что, пока они там занимаются своими делами, давайте посмотрим на наш корабль. Что же это всё-таки за яхта? Мы её сделали из обычной деревянной лодки. Тут имеется бассейн. Самое крутое должно быть на палубе. О, мамма миа, тут ещё джакузи. Ба, тут можно пить апельсиновый фреш-сок. Итак, спускаемся вниз. Что тут у нас есть? Так, давайте сломаем немножко нашу яхту, потому что я не нашёл пока двери. Кстати, а где они? Ладно, зато яхта есть. Теперь настало время внутри у нас расставить немножечко кресел, потому что тут будут сидеть наши пассажиры. Это кто-то хочет, походу, меня затроллить, потому что, ну, они не могли появиться просто так. У меня, похоже, полностью оборудована яхта, причём в несколько этажей, да. Здесь можно посидеть, почитать, расслабиться. И да, стоп, там ещё один этаж ниже. Что это такое? Ещё один бассейн. Всё, мой транспорт готов. И последним элементом в нашем строительстве станет капитан корабля. У него, конечно, нет штурвала, но мы поставим ему виртуальный. Вот такую штуку пускай он держит. И вот настоящий капитан корабля. Это было тяжело, но, кажется, я закончил. Давай, давай, кто будет первый показывать свой транспорт? Итак, я голосую снова за ФФВА. Что это такое? О, боже, началось. Так, значит, смотрите, теперь, перед тем, как критиковать, слушайте внимательно. Это новейшая разработка, новый транспорт, которого вы ещё не встречали и никогда не видели в своей жизни. Обратите внимание на то, что у него 6 колёс. Это, во-первых. Во-вторых, он полностью находится на пилоте... Автопилоте. На автопилоте. Полностью. Также присутствует туалет. Туалет в виде вот такой вот дырочки. То есть, если надо... Ребята, вы куда упали? Короче, новый автобус, новейшая технология. Такого ещё вы, ребята, не видели. Мне кажется, нам нужно переговорить насчёт этой постройки. Увольняем? Да. В общем, фыф-фыф. Ээээ, я всё слышал, за что? Только один звук может охарактеризовать твой автобус. Нет, 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 нет. Ладно, 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 под аплодисменты. Прямо под аплодисменты, дорогие друзья. Мы идём смотреть, что построил Шегги. Итак, смотрите, это самолёт на ножках. Спасибо, что не колбаса. Но слушай, мне, я не знаю, почему вам не напоминает этот самолёт какого-то Пиноккио. Нет, это обыкновенный самолёт, никакого Пиноккио. Тут у нас находится в запертии капитан корабля, который отвезёт вас замечательно. Там капитана в заложниках держат. Ладно, что тут дальше? Слева у нас бизнес-класс, поэтому что тут есть вот такие вот штучки, которые позволяют держать локоть, а тут эконом-класс. Тут, конечно же, туалет, как же без него, смыв тоже имеется. Самая главная достопримечательность это капитан нашего корабля. Капитан сбежал! Он сбежал, он убежал! Капитана верните! Капитан, мы приносим извинения. Видишь, ему не понравился твой самолёт. И дальше у нас получается... Что это? Поздравляю, дорогие друзья! Вы смогли увидеть мою постройку яхты! А почему он находится в бракушке? Скажем так, он переживает трудные времена. Это где-то между Африкой и Азией. В общем, это яхта. И давайте я вам покажу небольшую экскурсию. Тут у нас есть джакузи. Здесь плавает фэф, фэф, тумка. Шагель плавать ещё не научился. А почему у меня голова такая маленькая? Так ты плавать ещё не научился. Сразу давайте покажу вам палубу. Вы наверняка подумаете, что это всё строил не я. Именно поэтому здесь табличка. Это строил тумка. Чтобы вы не сомневались. Так, а теперь быстренько спускаемся вниз. Быстро вам покажу, что тут у нас имеется. Так, короче. Тут можно сидеть кайфовать. Тут можно ломать стены. Слишком много денег нам несложно. Мы спускаемся дальше. Тут имеется туалет. Фэф, это для тебя. О, 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 о. Тут нормально, нормально. Прикольно. Шагель тут есть место для пилота. Но это не для тебя. Теперь мы спускаемся ниже. Внизу можно увидеть очень красивый ковёр. Но как только вы по нему пройдёте, он уже испачкался. Тут есть библиотека. И самое главное это внизу. Ещё один бассейн! Как будто я бы эту яхту назвал яхта за 15 минут. Не верю ни одному моему сказанному слову. Вот правда. Не, я с вами согласен. Да, я согласен. Действительно, с этой яхтой что-то не так. Тут надо было поставить, наверное, обогреватель. А, да, обогреватель. Да, да, да. Вокус, вокус, вокус обогреватель. Да, ну да, вокус. Давай немножечко, это, температурку тут повысим у него. А ты чё-то оно как-то... Яхточка моя! Сейчас начнётся полная жесть, потому что нам нужно построить босса. И интересно, какого босса будут строить другие. Зачем? Когда у меня имеется команда слэш улучшить, и я могу в прямом смысле открыть менюшку богов. В этой менюшке можно выбрать теперь улучшение третьего уровня. Это должно быть самое крутое улучшение. Интересно, что мы будем улучшать? Раз нам нужно создать какого-то босса, нужно, наверное, взять либо какое-то существо, либо не обязательно. Можно взять любой предмет. И я хочу построить какого-то цветочного монстра, который был в игре Plantis vs. Zombie. И скорее всего сейчас, ребята, вы увидите туалетного монстра. Вы не поверите, но я уже 3 минуты смотрю на эту пшеницу и думаю, что если ее прокачать и превратить ее в пшеничного монстра? Да, эти ролики плохо на меня влияют. В общем-то, ладно, у меня имеется в виду лавы, я могу создать лавового монстра, или имеется редстооновый блок, или песчаник. Покажу три самых интересных предмета, которые я смог отобрать. Ладно, можно, в принципе, создать одного, если не понравится, создать другого. Например, как насчет того, чтобы создать себе песчаного монстра? Это будет какой-то монстр из пустыни, я не знаю. Давайте проверим. Итак, мы его прокачиваем. Выберите тематику постройки. Окей, как насчет того, чтобы написать босс? Тематика раунда получена. И мне честно страшно представить, какого босса я получу из блока песчаника? Первым делом мы с вами начнем с того, что начнем выстраивать разужную ножку, потому что это будет необычный цветок. Это будет весьма страшный и угнетающий цветочек, но немножечко радости мы тоже ему добавим. Так, ладно, это у нас будет вот такая вот платформа. Мы сейчас ее стараемся максимально, максимально, максимально быстро просто построить. Итак, дамы и господа, готовьтесь. Я сам не знаю, что же случится, но я, наверное, получу... О, о май гад, он сломался. О май гад, он сломался. Я сейчас, наверное... Что это вообще такое? Это, о май гад, это он полностью состоит из песчаника, тут еще пирамида. Да ладно, он крутой! Итак, дорогие друзья, я знаю, вы сегодня проснулись утром с мыслью, что же на спине у горбатого босса? Давайте посмотрим. Итак, у него на спине Пустая пирамида Я думал, там алмазы Теперь мы с вами берем и делаем небольшой Расточек. Впрочем, раз у нас нет локации С алмазами, я думаю, нужно ее создать И там будут не алмазы. Нет, там будут не алмазы Там будет сюрприз. Я использовал Тут довольно много ТНТ. Прости меня, босс То, что тебе придется с этим столкнуться Но также я подготовил небольшой такой Опа, редстоун механизм И времени остается довольно мало. Мне интересно Какого босса строят мои оппоненты. Так, давайте Аккуратненько посмотрим. Босс кажется Немного слабым. И теперь во рту Нашего красавца находится немножечко Устрашающая тематика В виде дыма. И так это выглядит письма Странновато, поэтому оставим Как оно есть. Итак, все, моя Постройка готова. Это вот такой вот Скибиди-тоилет, не скибиди-тоилет, не знаю Как это назвать. Короче, нормально. Я думаю После этого ролика у меня не останется друзей Потому что пока я строю огромного песчаного Босса, еще и с пирамидой на спине У моих друзей что-то странное Уфыфыва унитаз. Итак, я думаю Пришло время заменить наш мертвый куст На мак и прямо сейчас посмотреть Что построил Шей Гич Так, так, не обращая внимания Это устрашающая Постройка. Тут как раз таки Связано с цветком. Окей, это какой-то Цветочный мутант. Да не, не, не Ладно, мне нравится. Прикольная, реально Прикольная крякозябра. То есть если он огненный То он же сам горит? Не, не, не. Это дым Это дым. У него вот язычок, вот небольшая Кровяка. И у меня была идея сделать Немного радуги, потому что, как бы, ну, добро Там сидело. Окей, цветочек Конечно, крутой, но я реально боюсь Его рта. Он как будто съел только что KFC Посмотри, как горит. Ну пойдемте посмотрим Что там у Фуфы. Очень Интересно. Я бы сказал, даже Большая постройка. Ребята, смотрите Это туалетный монстр. Скибиди туалет Не скибиди туалет. Я вообще планировал Жителя сделать, который вылазит Из унитаза. Смотрите, он, короче, вылазит с унитаза У него длинные очень руки и вот такой вот ножичек Я думал, это сэндвич. Пожалуй, не будем Спрашивать, почему он сидит в унитазе Почему он держит нож в руке Или белый флаг. Кто это вообще такой? Это какой-то Пиноккио. Это, конечно Очень страшно, но давайте-ка Посмотрим, что там сделал туалет. Я, если честно Очень старался. Можно заценить Чего? Это что такое? Как ты вот это все дело построил? Ну как? Значит, смотрите Давайте начнем нашу экскурсию с того, что мы Задем... Экскурсию! Еще Экскурсия! Заходим Итак, вы у него в спине Мы в пирамиде. Залазьте Вовнутрь. А вот туда мы залазим Вовнутрь. Все совершенно верно. Куда? А что? Ай! Нет, мой монстр Конечно, постройка разрушена Была быстрее, чем она была построена, но Я хотел вам показать самое главное, почему он Такой злой. Смотрите, он извергает Песчаником не просто так. Все дело в том, что Он боится пауков Э, ну ты точно с ума зашел И пока. Короче, Думка, пока В смысле пока? Я что, теперь без друзей? Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!